всех приветствую продолжаем знакомиться с работами художников и описание этих работ бегство иные и строя федерико бородчи картина входит в художественную коллекцию галереи боргеза время размер 176 на двести тридцать пять федерико бородчи был итальянским художником эпохи возрождения гравюром его оригинальное имя было федерико фиори его прозвали иль бородчи первая картина местонахождение которое сейчас неизвестно предназначалась для императора священной римской империи рудольфа второго второе произведение мастера было преподнесено координату сцепионе боргезе подарок таящий в себе аллегорический смысл должен был служить тонким намеком на глубокую набожность получателя занимавшего высокую церковную должность долгое время считалось что художник написал эту картину с другой сделать таким образом точно авторскую копию однако пейзаж изображенный на картоне пробном рисунке большого масштаба выполненном для первого произведения значительно отличается от того что запечатлено на втором сохранившись в холсте а значит бородчи создал две совершенно разные версии работы на картине представлена сцена из античной мифологии повествующие о том как и не вместе со своей женой криуса и сыном асканием покидает полыхающие от пожара трое героев пытается скрыться от огня охватившего здание храма изображенного на заднем фоне и ныне несет на плечах своего отца анхиса который сжимает в руках небольшую статую двух пенатов считавшийся древнеримской культуре богами-хранителями и покровителями домашнего очага тарик вызывает в зрителя глубокое сочувствие чего нельзя сказать о мужественной фигуре героя образ пожилого анхиса писался с того же натурщика который позировал для другой картины федерико барочи святой иронии выражаясь театральным языком лестничная балюстрада изображена в нижнем левом углу холста является своего рода мизансценой благодаря которой у зрителя рождается ощущение личного присутствия и сопричастности к происходящим с героем события сложное деление пространство на несколько планов гитамизм фигур использование постельных тонов в одежде все эти особенности предвосхищает художественные приемы характерны для стиля барокко на холсте стоит подпись художника и дата выведенные с золотой краской буквы и цифры расположены в левой части картины там где изображены нижние ступени лестницы известно что аналогичная работа предназначавшийся для императора священной им римской империи рудольфа второго была выполнена художником десятью годами ранее спустя несколько лет итальянский мастер агастина карачи сделал уменьшенную копию картины в виде резцовой гравюры на меди одноименное произведение бегство иные семьей и строя датируется 1595 году историю молчит подробности того как именно произведение бегство иные строя кисти федерико бароча попала в художественную коллекцию кардинала с цепионе баргет очевидно она была даровано заказчиком представителем влиятельного рода дэла равэ вот такое описание писание из интернета к работе бегство иные и строя автор федерико бароча пока пока до свидания